Добрый день дорогие друзья! Шавуатов! У нас новый месяц, называется он Ав. И у нас новая книга Торы, пятая книга называется Дворим. И глава тоже называется Дворим. Наши мудрецы говорят, что эту книгу Маше говорил от своего имени. Он хочет нам как можно больше Торы передать. Он знает, что его не будет. Он знает, что Всевышнего не переведет через Иордан. И остаются месяцы, дни. Это у нас одиннадцатый месяц. Первый день месяца. Это первая Швата. А Маше уходит седьмого Адара. То есть остаются месяцы, дни небольшие. И он хочет как можно больше Торы нам передать. Нам очень непонятно, как это все происходит. Пишется, что мы находимся у Иордана. В степях Маава. И Амаши говорит, мы находимся в пустыне. В степи против Суфа. Но мы же уже как бы не в пустыне. Мы в степях Маава и Иордана против Ирихона. Значит, пустыня это место, где никто не живет. А здесь это было место, где люди жили. И против Суфа. Как же мы можем сказать против Суфа? Море Суф. Ведь мы проходили море Суф. Это море. А тут река Иордан. Как же это может быть? Это же разные места. Между Параном и Тафелем. Паран это пустыня, где мы были давно. И мы оттуда выходили в разведку. Что такое Тафель? Раша говорит, ну мы не знаем. Мудрецы не находят это место нигде более. И Лаваном. И Лаван такое место мы не находим. И Раша говорит, надо понимать так. Значит, показывает нам, что мы на море Суф мы себя вели вызывающе. Мы роптали тоже. Когда мы стояли возле моря и хотели вернуться и все остальное. И говорили, когда море прошли, что как мы выходим с этой стороны с моря, так и египтяне выходят с моря с другой стороны. Это пока Всевышний нам просто не показал трупы египтян на берегу моря. Когда мы поняли, что мы свободны. Мы увидели своих хозяев бывших, что они уже мертвы. И вот только тогда мы поняли, что поверили, пишется, во всесильного имаше служителя его. И Паран, это то, что мы творили своим языком, когда пришли с разведки и испугали народ. И это было злоязычие. Всевышний умертвил разведчиков и сказал, теперь вы будете жить здесь, в пустыне. А лаван, они считают белый. Слово лаван это белый. То есть, относится это к ману. Что мы грешили, говорили, надоела нам эта негодная пища. И действительно, если мы себя вели достойно и совершали хорошие поступки, то Всевышний сделал так, что этот ман превращался в любую еду, какую мы хотели. Его не надо было тяжело обрабатывать. Он был на вид, как хрусталь, вкус нежного масла и на вкус, как медовый пирог. То есть, он был шикарный. Что захотел во рту, то и оказывалось. То есть, захотел мороженое, будет мороженое. Захотел жареная курица, жареная курица. Что бы мы не захотели, в это превращался ман. Но это было для праведников. Действительно, другим людям, которые не хотели соблюдать Тору, жить, жили как хотели. И вот получали то, что собирали его далеко от шатра. И приходилось его очень тяжело готовить, и молоть, и жарить, и варить. В общем, было и не было, он такой вкусный, как для праведников. Вот поэтому здесь упоминается лаван. И хацеротом. Хацерот это место, где Мирьям поражена проказой. То есть, опять мы своим языком, своим недовольством заслужили опять порицание Всевышнего. Что такое дизагаум, мы не знаем. В 11 днях пути от Хорева, через гору Сир до Кадеш-Барнаа. Наши мудрецы говорят, да, действительно, этот путь занимал 11 дней. От Хорева, Хорева это место, где находится гора Синаль, в Хореве. И Кадеш-Барнаа, это место, откуда мы вышли в разведку. Это оно называется, вот, Паран, пустыня мы называем, еще мы называем Яритма, в лаве Масей. Но Всевышний нам показал чудо. И мы прошли это расстояние не за 11 дней, а за 3 дня. То есть, сделал невероятное чудо. Просто сократил нам дорогу, это было чудо. И пишется, что в 11 месяце, в первые дни месяца, как разгромил он Сихона Цаэмарео, который жил в Хижбоне, и Ога Цаэмбашана, который жил в Аштроте, в Эдреи. То есть, показывает две величайшие победы. Это воины Всевышнего. Он нас отправил на войну. Говорит, затевай с ним войну с Сихоном. Он был в векам неимоверный, никто его не мог победить. Он охранял канонейские народы. Они ему платили дань и ни о чем не беспокоились. 31 царя его платили. Дань быки там давали ему, что хочешь. В общем, он жил себе прибивающе, охранял эту землю. Он был как неприступная скала. Преданно служил. Но Всевышний говорит, затевай с ним войну. И мы подошли к нему и сказали, пропусти нас через границу твою. Как пропустил нас Исаав, брат мой? Как это? Все же знают, что Исаав вышел на встречу с нами мечом и не пропустил. А Всевышний запретил нападать на Исаава. Ну что теперь делать? Мы отошли. Мы обходили гору Сиры теперь многие дни. И теперь подошли к Сихону. Говорят, Всевышний, затевай с ним войну. Мы так сказали, чтобы его затянуть на войну. Вышел Сихон своим войском. И Всевышний его не сглажил. Мы не погибли. Ни один воин не погиб. Полностью его разбили. Захватили его страну. И после этого идем дальше. На встречу нам выходит Ох-царь Башана. И Маше говорит, что он боится его. Всевышний говорит, не бойся его. А почему Маше его боится? Как Сихона не надо бояться. Чего это его родного брата Великана надо бояться? Дело в том, что Маше знает, кто такой Ох-царь Башана. Это бывший слуга Аврагама, нашего братца, Элиезер из Дамаска. Так пишет Медраж. Когда Немрот бросил Авраама в печку раскаленную. И он вышел живой. Всевышний взял заслуг Авраама, заслуг Исхака Якова. Потому что слух Авраама одного не хватало. И сделал его так, что он полностью в печи. Он себя чувствовал великолепно. И вышел оттуда он живой. Его брат Гаран увидел, что произошло с Авраамом. Он вышел из печи живой. И говорит, я тоже брослюсь. Он тоже бросился в печку и тут же сгорел. Потому что цели у них были разные. У Авраама была цель осветить имя Всевышнего. А вот его просто потому, что он увидел, что брат вышел. Он выйдет из печи. Так он его не удалось. Когда увидел Немрод это чудо. Он взял и подарил ему Элиезера. Слугу Авраама Элиезера. Это великана. И он служил Аврааму полностью. Преданно служил. Но когда не стал Авраама, он отошел от Торы. Когда многие люди, которые у него было очень много домочадцев, воспитанников Аврагама. И они все отходили. После его смерти они ушли от Торы. Мы видим таких людей в Шхеме. Это бывшее поколение тех людей, которые были у него союзники, его воспитанники. Как только ушел Авраам, не стало их. Они превратились в жителей Шхемы. Мы знаем эти события страшные, которые произошли в Шхеме. С Диной, с Яковом. В общем, это все весь ужас. С Шимоном и Леви мы это все с вами читали. И теперь, Маше говорит, я его боюсь, потому что он же был слугой Аврагама. Он высокодуховный. Он уже 800 лет на земле живет. Все Маше говорят, не бойся его. Его благословение закончено. Он своими грехами перекрыл все, что было у него хорошего. И теперь его надо уничтожить. И мы напали на него. И убили. И все, его царство забрали себе. И так достались нам степи Маава, Гордана, Берихона, все эти огромные земли. Почему они огромные? Мы только смотрим, что Всевышний говорит, города Левитов построишь три города на одной стороне реки и три города на другой. То есть, получается, расстояние тоже у них такое. Такие же равные земли, как и страна Кнаан, раз поровну разделил города в убежище. И Левитов поселил и там, и там. То есть, это не маленькие земли. И Всевышний сказал, развернитесь тогда, идите к горам Имареев и ко всем соседям, в степи, в горах и на низменности, и на юге, по берегу моря, в страну Кнаан и к Ливану, до реки Великой, реки Ифрат. То есть, Иван, наш музей Ливан, что такое Иван. Они говорят, что это храм. А река Ифрат, это же далеко, как это может быть? Мы же идем в страну Кнаан, какая, ну и река Иордан, мы понимаем, ну и озеро Кенерет, мы понимаем, мы понимаем, что такое море, великое море, цереземное море, или красное море, мы понимаем в Элате, или там соленое море. Вот мы это понимаем, мертвое море. А Икраев, Ифрат, это же далеко. А Всевышний говорит, нет. Говорит, вся эта местность от Нила до Ифрата будет тебе принадлежать. Вот так. Поэтому здесь есть так загадочно написано, трудно понять тексты, но мы потом знаем, что впоследствии это будет. Пока мы это не заслужили, пока нет, но будет. Раз Всевышний пишет, то и все написано. Потом пишет Всевышний, говорит, Маше говорит так, что Всевышний к вам прибавит тысячекратно против того, сколько вас теперь. И благословит вас, и вот так, вот так, вот так. Что значит тысячекратно? Если нас теперь, допустим, три миллиона человек. Тысячекратно это будет, как минимум, две тысячи кратно. Это будет, получается, шесть миллиардов. Но это то, что мог Маше от себя, как Равин, как Учитель нам передать. Но Всевышний об этом даже не говорит. То, что Маше не может себе представить, Всевышний у вас будет, как песчинки на морском берегу, которых нельзя сосчитать от множества. Это невозможно. Это никакой компьютер с этим не справится. Это число конечное, конечно, но знает его только Всесильный. Вот так. Но Маше, как Равин, мог себе представить вот так, и такое благословение нам дал, что огромное количество нас будет. Ну и это хорошая браха. На сегодня наш урок заканчивается. Урок был дан за поднятие души Яков бен Нахум, Владимир бен Григорий, Павел бен Ефим, Хай Малка бот Йосиф, Мира бот Аврагам, Роза бот Михаэль, Савел бен Герш, памяти Ури бен Харитон, Мендель бен Мендель, Надежда бот Йосиф, Здоровья Светлана бот Клара, Шимон бен Эцхак, Борис бен Мария, Анна бот Ривка, Полина бот Соня Сура, Лена бот Клара, Женя бот Ида, Анна бот Елена, Евгений бен Софья, Двойра бот Мильям, Моисей бен Ева, Ирина бот Двойра, Йосиф бен Р Инесса бот Моэль, Евгений бен Берта, Евгений бот Ита, Фира бот Анна, Кеннадий бен Елена, Леор бен Клара, Вадим бен Татьяна, Юлия бот Белла, Мазл Парнаса Сгула Ирина Батури, Арона Риа бен Ри, За хороший дух Арона Риа бен Двойра, Денис бен Нахум, Авигаль бот Сара, Парнаса и Бриют Владимир бен Рая, Марина бот Рая, Борис бен Марина, Всего хорошего Олегу Марченко, Всем прохам Парнаса Кавана, Мазл то, что мы это время не грешили, изучали Тору, Всем все самого налога, Лучшего, до следующих встреч, Надеюсь, она останется завтра, 15.30, до встречи, до свидания